В нынешнем году Украина отмечает знаменательную дату – 180-летие первого издания Кобзаря. Юбилею были посвящены ежегодные шевченковские чтения в Одесской национальной научной библиотеке. Известнейшая книга украинской литературы «Поэтический сборник Кобзарь» впервые вышел из печати в 1840 году в Петербурге. Он включал 8 произведений – Перебендя, Катерина, Тополь, Мысль, Зачем мне черные брови, Косновьяненко, Иван Питкова, Тарасова ночь и Думы мои думы, горе мне с вами. Вскоре Кобзарем стали называть и самого поэта. 180 лет видание Кобзаря, которое я знала ныне больше, чем 160 прикладов мовами света, говорят о том, что видание достаточно актуальное, достаточно интересное и нашим читателям, и нашим зарубежным друзьям. И сегодня в околе науковцев, в околе друзей в библиотеке, в околе друзей в друкованном слове мы говорим про тот величезный спадок, который оставил нам Кобзар. На выставке и собрании библиотеки представлены десятки изданий Кобзаря, начиная с 1860 года. Они были востребованы читателями и в те годы, когда независимость Украины была только мечтой. Почти все произведения Шевченко сопровождаются иллюстрациями. Их создавали несколько поколений художников, и в каждом издании появляются новые, живописные и графические. Наши читатели имеют на виду увидеть, в частности, прекрасные иллюстрации к творчеству Шевченко, созданные его сучастниками, так и созданные нашими сучастниками. Что говорит о том, что творчество Тараса Григорьевича превратит внимание митцов многих поколений. Член Национального союза художников Украины Лариса Деминишина, участник творческого объединения новаций из города Южного, представила тематическую экспозицию «Ити слова идут между людьми». «Это тема невичерпна. Я для себя Шевченко постійно з року в рік відкриваю. Ця виставка, вона дійсно, там у мене за спиною, вона присвячена творчості Шевченка. І це не всі роботи, які присвячені самому Шевченку, його творам. Вони просто в моїй душі відгукуються, навіть коли я не спеціально на шевченківську виставку молю. Шевченко – це настільки він для мене різний і недосяжний, що я його потихеньку-потихеньку так по східцях піднімаюся». Творчіському пуці Тараса Шевченка посвячено велике множество научних і популярних робот у нас і за рубежом. Значительна частина іздання собрана в фондах Одесской національної національної бібліотеки і доступна читателям. Олександр Виноградов, Юрий Шенкаренко, телекомпания КРУГ.